В Талдукургане стартовал марафон эстафета Гульденебер Туган-Ель. Активисты молодежных организаций будут оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благоустраивать их дворы, делать ремонт в домах, сажать деревья. Кенимбай Ясимбаев один из первых ветеранов войны, кого навестили активисты молодежных организаций. Скопали фронтовику огород, прибрались во дворе и посадили несколько саженцев. 91-летний Аксакал признался, глядя на ребят, вспомнил и свою молодость. Гостям он с удовольствием показал свои награды и рассказал, как сражался с фашистами. В войну он был снайпером, воевал на Первом украинском фронте в составе 76-го стрелкового полка. Мы, снайперы, воевали поодиночке, прятались, маскировались. Правда, скольких фашистов уложил, сказать не смогу. Ты-то в них стреляешь не в упор, а с расстояния, как минимум с 500 метров. Упал враг и непонятно, убил его или просто ранил. Далеко ведь. Поначалу, конечно, пытался считать, дошел до 13-ти, а потом сбился со счета. Да и не до этого было. Мы-то воевали не ради наград, а ради великой победы. Фронтовик считает, что современной молодежи повезло больше, чем его поколению. Живут в мирной, процветающей стране. Акинимбай Ата на своем веку повидал многое. Рост сиротой, имеет всего пять классов образования. Пережил и голодомор, и годы войны. Пусть будущее поколение никогда не увидят того, что видели мы, не познают того, через что прошли мы. Страшные были времена, тяжелые. А еще хотелось бы пожелать молодым заводить как можно больше детей. Чем больше в стране народу, тем могущественнее будет государство. Мы должны услышать их истории, подвиги, чтобы передать вырастающему нашему поколению, передать, как они защищали нашу страну. В первый день акции активисты молодежных организаций побывали в гостях у трех участников Великой Отечественной. До Дня Победы они планируют помочь всем городским ветеранам-фронтовикам. Их в Талдыкургане осталось чуть больше 70. Катерина Брынюк, Адельхан Сахарьо, Ужасбой Басынов, Алматинская область, 24КЗ.